Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm. Я решил записать такой ролик, который кому-то может понадобиться, но тем не менее он незаменим и в принципе позволит вам хорошие вещи делать. В общем-то, как отсылать бесплатный смс вашим родным, если у вас есть интернет, а, например, у родных нет интернета на мобильнике или как-то так. То есть, в чем прикол? То есть, можно ссылать смс через интернет бесплатно, но используя трафик интернета, просто так вот. Прикол в том, что, естественно, если вы шлете на мобильник смс, то твой родной будет тебе ссылать это. Если захочет это ссылать, то он будет ссылать их за деньги. Или же каким-то другим образом, там, с тарифа будет брать и так далее. То есть, это будут не бесплатные смс. Но, если вам нужно просто, вы вот договорились, вы вообще, советую всем, в принципе, так планировать свою жизнь, чтобы вам не нужно было общаться. То есть, вы лично пообщались, а потом, типа, вместо телефона разговора, например, вы сообщаете. Вы действуете по первому плану или второму плану. Например, вы договорились, что ты там идешь, например, на работу, с женой договорились, и вот после работы ты можешь задержаться или не задержаться. А потом, когда ты уже конец работы и так далее, то ты можешь отослать жене на мобильник смс с тем, что ты, типа, задержишься. То есть, и ей не нужно звонить тебе и перепроверять. То есть, ей не нужно, там, спрашивать что-то и так далее. Потому что ты вечером сказал о причине, почему ты можешь задержаться и так далее и тому подобное. То есть, эти смс-ки, также они подходят для того, чтобы поздравить кого-то, например, ну, чтобы лишние деньги не тратить, а потратить, например, эти деньги, которые пошли бы на смс-ку, на подарок имениннику, к которому вы потом придете или же вообще, в общем-то. Такие вот дела. Также они подходят для того, чтобы скидывать, как говорится, бомжа. Был вот такой способ, типа, кидать вызов просто. То есть, не разговаривать, а просто присылать сообщение, по-моему, скинуть бомжа называлось, чтобы тебе перезвонили, типа. Но, как вариант, можно и таким сообщением. То есть, объяснить, почему ты скидываешь бомжа. Ну и опять же, с этим сообщением ты не просто скидываешь бомжа, а ты информируешь о чем-либо. То есть, фактически ты можешь доносить информацию. Это гораздо круче. И при том, что интернет является безлимитным, и, как бы, зачем вообще мобильник. То есть, пусть звонят, если им нужно. А вообще, если честно, сейчас чисто звонками пользоваться. Глупа, если есть скайп и так далее. Опять же, с мобильника, по-моему, тоже скайпом можно пользоваться. Поэтому сейчас, если честно, уже обычными телефонными разговорами пользоваться. Это такой каменный век. Так вот, что я хочу сказать. У нас тут есть целый план видео. Почему я не показываю программ или сайтов отправки смс? То есть, я мог бы вам, как многие другие видео, которые уже записаны на ютубе, начать с того, что показать вам какой-то сайт, на котором вы сможете отослать, например, в 18 стран смски бесплатно на любые номера и так далее и тому подобное. Но, во-первых, неизвестно, насколько надежны эти сайты. Может быть, они какую-то информацию о вас собирают и так далее и тому подобное. Во-вторых, они могут перестать работать. То есть, какой-то сайт 2009 года, где отмечены операторы, которые уже не работают в мобильной связи, он, скажем так, будет не очень-то и крут, этот сайт. То есть, он будет не столь надежен и не столь крут. Как же нам стопроцентно? То есть, всегда вы сможете воспользоваться этим методом. Потому что эти сайты могут собирать информацию. Ну вот, что делать? Первое. Если вы не знаете, какому оператору принадлежит номер, на который вам нужно отослать смс, то вы ищите базу данных и по первым цифрам номера определяете оператора. Ну, не знаю, у кого как. То есть, вам нужно знать, собственно, номер. Вы, типа, определить оператора. Определить оператора по номеру телефона. Короче, город или страну. Вот, например, коды СУ. То есть, как вы видите, куча. Например, 0,67. Ну, допустим, вот так вот. Так. Блин. А сколько номер у нас вообще? Так. Эм... По-моему, такой? В смысле? Так. 30. Короче, просто идем в коды. Ну, короче, если вы введете туда свой номер, то будет все нормально. Вот. Украина 380. А, нужно с 380 начинать. Просто я украинский номер начинал. Ну, это, кстати, а что? Тут еще какие-то коды городов. Ну, коды городов это другое. Коды оператора. Вот, смотрите. Киевстар, Голден какой-то телеком. Вот. 63, 67. Киевстар. То есть, вот, например, вы определили. 67 это Киевстар. Таким образом, мы теперь вводим так, вводим Киевстар Бесплатные СМС ОТОСЛАТЬ Вот. Как вы видите, нам уже вывели. Я уже ссылал, типа. Я ссылал очень много чего. И вот, например, вот сюда вот можно. Кстати, капчу, чтобы было видно, нужно перезагрузить. Капча, кстати, какая-то странная. А-а-а. Короче, браузер не тот, чтобы... Короче, я сейчас вернусь с другим браузером. Так. Так, вот он. Я вернулся. И, в общем-то, мы можем здесь выбрать вот 068. Тут набрать какой-то номер. И... Внимание! Как бы, вы можете отсылать таких СМС довольно много. То есть, в чем прикол? Действительно, вы можете довольно много отсылать, поэтому, как бы, вам разницы между кириллицей и латиницей нет. То есть, как бы, капчу тоже несложно вводить, поэтому вы можете спокойно кириллицей все напирать. Зачем вам париться типа с латиницей? Кстати, вот сколько лет прошло, вы заметили, и на кириллицу полностью не перевели код. То есть, у них по-прежнему все на латинице работает. То есть, там аппаратура. Из-за чего, собственно, перевод в кириллицу, он увеличивает, уменьшает размер сообщения. Значит, в чем прикол? Вот пишите что-то там от дыр-дыр, дыр-дыр-дыр-дыр, и затертая до дыр, короче. И после чего типа отправляете. Вы серьезно? Что? Такой номер существует? Простите, пожалуйста. Кто-то получит это сообщение, вы хоть понимаете, что только что произошло? Простите, я телефонный хулиган отныне. Так или иначе, вот, например, возьмем вот МТС, ну, сейчас он Водофон называется. То есть, опять же, МТС, отправить смс. давайте, например, МТС ответь смс. Бесплатно. Хотя у нас вроде лишь Водофон. Эй, слушайте, не надо мне говорить про Киевскую область. Вот, смотрите, они сразу же, короче, пытаются определить, где я нахожусь. Вот, что это за хрень? Отправить смс. А, все-таки Водофон. Ну, то, что они, типа, пытаются что-то определить, то это уже плохо. Вот, как вы видите, спокойненько пишите, потом капчу. То есть, это типовые сайты, типовые все вещи. Так во многих странах может быть. То есть, вы не думаете, за рубеж тоже можно отправлять смс. Но факт в том, что, во-первых, есть такая функция, и ею пользоваться довольно легко. То есть, нужно просто знать оператора, на который ты отсылаешь, зайти на его сайт, загуглить и так далее. Google ваш главный помощник, как всегда. Во-вторых, это, вот это вот, то, что я только что снял, оно, в отличие от тех сайтов, которые являются хабами, через которые можно намного операторов посылать, оно никогда не устареет. то есть, у вас, вы не потеряете возможность отсылать. Значит, первое, так, дальше, второе, ищите сайт оператора по запросу в Google, чтобы отправить смс бесплатно, и типа, название оператора пишите. Значит, дальше, третье, подобный способ отправки смс, отправляет их с короткого номера. то есть, вы должны понимать, что человек, который получит смс, он не узнает, кто ему их отправил, поэтому я могу таким вот телефонным хулиганством заниматься. Слушайте, это ужас. по которому нельзя определить отправителя, поэтому к сообщению добавляйте информацию, которая вас идентифицирует, причем не простую, типа, там, имя, например, свое и так далее, нет. Например, кличку, то есть, если у вас есть в семье какие-то клички, например, вы называете свою жену вульвочкой, да, если вы называете вашу жену, у вас кличка такая, моя вульвочка, то пишите, например, я сегодня затяжусь на частной работе, целую вульвочка, твой пеструнчик, вот так вот мило получается. В общем-то, милота просто зашкаливает в этом, но, тем не менее, это все, что я хотел рассказать вам в видео, как вы можете, в принципе, общаться, отказаться полностью от платы мобильным операторам и общаться при этом. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео, всем пока-пока.